Друзья, всех приветствую, меня зовут Михаил Лазутин, сегодня я к вам с радостными новостями. Мы вместе с вами привлекли Варламова, если кто помнит, это такой блогер с ютуба, кто не помнит, я сейчас освежу вашу память короткой вставочкой. Сегодня мы поговорим про льва против, лев против. В 2019 году, все вы знаете летом, что происходило в парке Горка, на яме на Хохловской площади, так вот, он занял позицию преступников, нарушителей, которые распивали алкоголь на вежливые просьбы, на замечания, начали творить беспредел, беспорядки, нападать на людей. Он занял их сторону и начал их защищать. Снял видео, в котором было куча клеветы в адрес проекта лев против. В роли льва там выступает некий Михаил Лазутин. Вся деятельность Михаила и его пионеров, она в принципе попадает под определение бандитизма. Какая-то вооруженная группа людей ходит по Москве и наводит порядки по понятиям. Они судят людей, они наказывают тех, кто, по их мнению, неправ. Они портят и уничтожают имущество других людей. Я, кстати, хотел бы Мише напомнить, я не знаю, посмотрит он этот ролик или нет. И теперь приступаю к главной сути этого видео. Смотрите, вот есть Варламов, есть нарушитель на яме и есть мы, проект лев против. По итогу, сейчас вот 16.04.2020 года, нарушители на яме в большинстве своем были привлечены к административной ответственности. Были возбуждены уголовные дела по поводу преступников, которые начали уже переходить от административных правонарушений к уголовно наказуемым деяниям. Это те, кто нападали с применением оружия, то есть бросали стеклянные бутылки. Те, кто бросали бутылки, были арестованы на несколько дней, то, как это написано в законе. И им были выписаны крупные штрафы, проведена профилактическая работа в надежде на то, что эти граждане больше никогда не начнут бросать бутылки в людей. Также огромное количество нарушителей, которые распивали алкоголь, кричали сквернословец, мешали жильцам дома, которые находятся через дорогу, спокойно отдыхать вечером, спать. Они орали матом, разбивали бутылки, бросали, дрались между собой еще до прихода нас туда, потому что мы увидели сначала сюжет на телеканалах о том, что там творится, и решили прийти туда с рейдом и увидеть все это сами. Варламов был привлечен к ответственности. Мы, проект Лев против, не были привлечены к ответственности, хотя были написаны на нас кучи заявлений. И как вы видите в этих кадрах, Варламов заявлял, что мы нарушаем кучу законов. Ты их судил, ты им вынес приговор, ты решил на них там напасть, ты решил их спровозить. Ты кто такой вообще? Голословно это заявлял, ничем это не подтвердил. В суде доказать это, естественно, не смог, потому что это вранье. Суд это уже не ютуб, где ты просто можешь говорить, что вот, они там бандиты, они избивают людей, нападают. Нет, там все разбирают по фактам, четко по видеозаписи, кто кого, почему и кто первый. Теперь объясняю для тех, кто не знает и не в курсе, к какой ответственности мы привлекли Варламова. Посмотрев его видео обо мне, я полистал его канал, посмотрел другие ролики, о чем вообще этот блогер вещает на ютубе. И увидел в его роликах неоднократные нарушения закона. И что самое интересное, эти нарушения связаны с пропагандой нашему населению того, с чем я борюсь уже более 7 лет. Это алкоголь, друзья. Видя очевидное нарушение закона о рекламе, я подумал, почему бы не попробовать обратиться в общественную приемную федеральной антимонопольной службы. Составил грамотное письмо, в которое приложил ссылки роликов Варламова с ютуба, с пометками тайминга, на которых рекламируется алкоголь. Описал всю суть проблемы и еще в социальных сетях призвал свою аудиторию копировать этот текст и также обращаться в общественную приемную. Реакция ФАС, конечно, произошла не сразу, но изначально я увидел письмо на почте, также мои подписчики мне скидывали, что ФАС им ответил. И сначала началось только производство, то есть взяли материалы, начали их проверять. И я, если честно, думал, что на этапе проверки, возможно, дело так и закончится. И потом я был радостно удивлен, когда на официальном сайте ФАС я увидел статью «Арбитраж поддержал решение ФАС России в отношении рекламы алкоголя на ютуб-канале Варламов». В апреле этого года ведомство признало рекламу, размещенную в одном из видеороликов канала, нарушающей законодательство. Арбитражный суд города Москвы оставил в силе решение и предписание в отношении физического лица автора ютуб-канала Варламов, который нарушил законодательный запрет на рекламирование алкоголя в сети интернет. Комиссия ФАС России признала рекламу виски торговой марки Такойта на канале Варламов на сайте youtube.com, нарушающей требования закона о рекламе. Нарушителю было выдано предписание. Согласно пункту 8, частью 2, статьи 21 Федерального закона о рекламе, реклама алкогольной продукции не должна размещаться в информационно-телекоммуниционной сети интернет. В соответствии с частью 7, статьи 38 Федерального закона о рекламе, реклама-распространитель несет ответственность за нарушения требований, установленных частью 2, статьи 21 Федерального закона о рекламе. Чтобы вы понимали, друзья, штраф за такие нарушения составляет от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, от 4 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц. Вот что рассказала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина. Представляется, что информация об алкогольном напитке в данном видеоролике является чужеродной, включена в ролик неорганично, и направленность ее размещения привлечет внимание зрителей к данной продукции, то есть является рекламой. Ответственность за такую рекламу несет распространитель, отметила она. Перечисленные признаки, речь идет о неких противозаконных действиях, либо противозаконных, либо противоречащих добросовестности, добропорядочности, которые направлены на получение преимуществ, по сути, за счет причинения ущерба. В своем ролике под названием «Нетуристический Каир. Мусор, кладбище и свиньи» блогер рассказывает о путешествиях. При этом Варламов сидит за столом, а перед ним стоит бутылка виски такой-то марки. ФАС признала, что данное видео отвечает всем признакам скрытой рекламы и назначила рассмотрение дела на 2 апреля. Илья Варламов отказался комментировать ситуацию. Я специально взял паузу, подождал какое-то количество времени. Варламов так ничего и не прокомментировал, никаких видео, даже в соцсетях никаких статей об этом не выпускал. И в итоге, что я заметил, что в его ролике, в котором была эта реклама, он вырезал этот фрагмент инструментом обрезки на Ютубе. Любой автор может вырезать уже из ролика, который он выложил на Ютуб, фрагмент. И у нас ролик теперь идет 18.47 длительностью, а на скриншотах этого же ролика, до того, как Варламова привлекли к ответственности, мы видим, что этот ролик шел 20 минут 8 секунд, и вот как выглядела эта реклама алкоголя. То есть он потер просто свое нарушение закона, интернет помнит все, ничего удалить невозможно. Тем более, когда ты идешь против общественных деятелей, снимая ролики о них, в которых куча клеветы, а сам в открытую нарушаешь закон от тех же мафий, против которых борется тот человек, на которого ты пытаешься наехать и оклеветать. Будь готов держать ответный удар. Не выдержу. Многие из моей аудитории уже знают, но повторю для аудитории, которая, возможно, не знает, что алкоголь является наркотиком номер один у нас в стране. Потом идет героин, крэк, метамфетамин, кокаин, табак, амфетамин. На первом месте стоит алкоголь. Он убивает намного больше людей, по статистике, чем героин. Это самый опасный и наиболее сильно влияющий на жизнь и здоровье граждан нашей страны наркотик. У мафии, которая спаивает и убивает тысячами населения нашей страны, Варламов берет деньги за то, чтобы рекламировать этот наркотик. И вы посмотрите, что он умудряется говорить в своем ролике мне. В свое время Михаил получал за свою деятельность из бюджета денежки. Как сообщают СМИ, в 2014 году ему дали 5,2 миллиона рублей, а в 2015 ему дали уже 7 миллионов рублей. То есть неплохая монетизация всей этой деятельности. Поддержка, друзья, подобных активистов со стороны государства. Это при том, что я уже много раз заявлял, что я не получал этих 12 миллионов рублей. Что я снимал расследование, которое есть у меня на канале, где показывал, что я обращался публично к людям, которые руководствуются распределением этих грантов, и они никакого ответа мне не дали. При этом Варламов все равно говорит про эти 12 миллионов, и это при том... То есть тебе заносить деньги, заработанные на убийстве граждан нашей страны, можно? А если бы даже нас поддерживало государство финансово, поддерживать общественное движение по борьбе с алкоголем и пропагандой алкоголя в нашей стране, это нельзя. То есть вы представляете, насколько перевернута тут игра? У нас геноцид в нашей стране происходит на улицах? По всей стране человек берет деньги у тех, кто устраивает этот геноцид и в открытую вам рекламирует, а вы, его аудитория, просто закрываете на это глаза и обсуждаете то, где человек вообще заявлял, что эти гранты были распилены, что это коррупция, что эти деньги украдены. И вам абсолютно наплевать, вы вообще не понимаете, о чем речь идет. Не все, конечно, среди его аудиторий, понятное дело, в комментариях были люди, которые его ругали за рекламу алкоголя. Вот еще интересный момент. Варламову предложено предоставить документы о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Копии, образцы, макеты, записи на CD-дисках и прочее. Рекламы виски, торговой марки такой-то, а также копии договоров, платежных поручений и иных материалов, на основании которых распространилась эта реклама. Также вдумайтесь в лицемерие этого человека, когда он нам говорит, что... Она происходит совершенно другими методами. И, конечно, должны быть у государства социальные программы, чтобы эти вопросы решать. И, конечно, этим нужно заниматься. Но этим нужно заниматься не беспредельщиками, которые своры ходят и нападают на людей по городу. Нужно заниматься этой проблемой. Государство должно социальные программы вводить. И при этом этот человек у мафии, которая это пропагандирует, берет деньги, чтобы стать частью этой пропаганды, чтобы в своем ролике, который также могут смотреть, и несовершеннолетний, прорекламировать людям этот самый алкоголь. То есть, что в голове вообще у Варламова? Он говорит, этой проблемой нужно заниматься, а сам эту проблему продвигает. Приведу вам пример. Мера это все равно, что человек будет критиковать какого-то автора, общественного деятеля. Как он борется с коррупцией, его критиковать. И говорить, что нужно бороться с коррупцией, должно государство определенные меры предпринимать по борьбе с коррупцией. И при этом в следующем ролике рекламировать, например, я не знаю, там, урок, как дать взятку сотруднику полиции. Как где-то махинационную коррупционную схему просунуть. Это вот то же самое. Вы не слышите вообще, что вы говорите, что ли? Вот, что Соборев, что Варламов? Вы вообще слышите, что вы говорите? Вы снимаете ролики. Вот у Варламова там сейчас вообще есть уже ролик про то, что семьи у нас в стране распадаются из-за алкоголя. А потом снова реклама алкоголя. У Людмилы есть шанс вернуть своего сына. Но для этого ей придется не только пройти курс лечения от алкоголизма, но и улучшить условия, в которых они собираются жить. Можно спасти эту семью? Употребление алкоголем опека выявила в доме еще одну серьезную проблему. А потом Варламов делает стримы, где он говорит, что ни в коем случае никакой не ЗОЖ, а у нас традиция такая, чем человек должен заниматься в пятницу, употреблять алкоголь. Ваше любимое еженедельное шоу «Пятничная пьянка». «Пятничная пьянка» — это передача о русских традициях. Мы сохраняем русские традиции вместо всякого ЗОЖ, веганства. В общем, мы за то, что должен нормальный человек делать в пятницу. Не спортзал. Нормальный русский человек в пятницу должен сидеть в хорошей компании, за хорошим столом и пить правильные напитки. Ваши слова ничего не стоят. Вы сегодня сказали одно, завтра взяли деньги, продались, прорекламировали то, против чего вы высказались. Как нам наших зрителей развести, чтобы они жертвовали нам деньги? Куча противоречий, лицемерия, фейков, вранья. И это люди, на которых подписываются миллионы. Вы не умеете проверять информацию, вы не мыслите критически. Вам просто вот человек вещает, вы слушаете как зомби. И даже не проверяете, что он вам говорит. Сагитируй их, чтобы они сейчас нам пожертвовали деньги. Смотрите, вот смотрите, двоим людям, которые хотят ужасно выпить сейчас, вы можете сделать хорошо, и мы невероятно скажем вам спасибо. И вот сохнет, сохнет здесь. А там что там эти деньги? Вообще такая ерунда. Сделайте хорошо нам. Который берет деньги у мафии, который убивает твоих же друзей, братьев. Который творит геноцид в твоей стране. И ты на него подписан. Просто позор тебе. За то, что ты не видишь этих вещей. Что ты слепой на данный момент. Почему ты решил, что ты можешь с собой подменять функции полиции? Почему ты кого-то задерживаешь? Но если одни люди нарушают закон, это не значит, что ты можешь нарушать этот закон в ответ. И по итогу дела сделали именно мы. Нарушители общественного порядка на яме были привлечены массово к ответственности по закону. Варламов был нами привлечен к ответственности по закону. А меня даже к административной ответственности не привлекли. Хотя Варламов заявлял, что я нападаю на людей, избиваю их с оружием и все такое. Что в итоге? Варламов просто болтает языком, а мы делаем дела и доказываем это на судебных делах. В конце этого ролика я вам покажу, о чем будет следующее видео. Есть такой человек Ярослав Андреев. Этот человек занимается рекламой у многих крупных блогеров. И я копаясь, смотря информацию, увидел то, что он говорит... Менеджер по рекламе Николая Соболева говорит, претензии прилетают крайне редко. А если и прилетают, то решаются небольшим штрафом. Этот штраф с легкостью перекрывается суммой контракта. Особенно учитывая, что на алкогольную продукцию действует повышающий коэффициент. То есть они даже не стесняются публично говорить о том, что когда они ведут переговоры с алкогольной мафией, они сразу заявляют, что мне надо заплатить будет за штраф, который я заплачу государству, и поверх еще деньги, которые получу я. И это у нас уже будет касаться, конечно же, Соболева. О чем будет следующее видео, будет очень интересно. Мы раскроем некоторые махинационные схемы. Всех своих подписчиков и людей, кто попадет на это видео, кто со мной согласен и поддерживает меня в том, что я здесь показал и рассказал, я призываю перейти на канал Варламова. Максимально все комментарии разнести правдой, поставить кучу дизлайков, тонны, чтобы люди знали правду, чтобы не проигрывать в этой информационной войне. Это очень важно. И распространи это видео. Чем больше лайков на этом видео, тем больше людей увидят эту правду. Сделай репост ВКонтакте, напиши здесь несколько комментариев. Это очень сильно поможет распространению этого видео. Скинь своим друзьям, знакомым, особенно тем, кто, возможно, смотрит Варламов. Спасибо тебе за поддержку. На этом мы не останавливаемся. Скоро еще интереснее и еще масштабнее выйдет видео о том, что я заметил и что хочу вам рассказать. Всем пока.